Благословение 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 Перед молитвой Братья Рассказали немного о себе Вот сюда можно встать А, или сюда вот даже А, или здесь, нормально здесь, да? Как раз все видно И я хотел бы, чтобы Братья Представились, у них особое Служение в Черкасской области Не знаю, мне верится, что Будет своя даже епархия Потому что есть к этому уже тенденция, слава Богу В трех разных местах Недалеко друг от друга трудятся братья И это новые приходы Молодые приходы, которые будут расти Убежден, слава Богу И я хотел бы, чтобы Каждый из них представился И вкратце Сказал свое свидетельство И может быть на путьстве, может быть какое-то пожелание Благословение Для всех собравшихся Будьте благословены Меня зовут Трофимов Константин Я служитель церкви В Черкасской области И, как бы, немного хочу Для того, как бы, представить себя До Господа И показать, каким уже сейчас Бог, то, что сделал в моей жизни Я, знаете, я уже, как бы, Сейчас смотрю на свою жизнь На прошлую Ну, как бы, основываясь на Писании Потому что, когда живешь без Бога Оно, как бы, кажется, все нормально И когда сейчас я смотрю Я вижу, насколько становится слово Оно правдиво Писание говорит о том, что Человек без Бога Он, как овца Который Беспастая Он ходит Живет Все нормально Есть травку Смотришь, как бы, все нормально С виду Все хорошо Но, когда овец много Так, как и людей на этой земле Да И каждый ходит своей дорогой Я тоже шел своей дорогой И мне казалось Она, как бы, нормальная Не было пастыря Я выбирал сам свой путь В этой жизни И местам казался, как бы, правильным Я шел Если не получалось так Я шел по-другому Как бы, знаете Там попил водички Не понравилось Пошел Там попил водички Как бы, травку там пощипал То есть И грех был разнообразный В моей жизни И я все равно считал Как бы, о том Что все люди живут подобно Ну, кто-то так Кто-то так И мне казалось Нет разницы Между людьми Все мы живем неправильно Я понимала Так как бы Ну, выхода не было Жил, как живу Сусь Но в один прекрасный момент Вы знаете Я еще, как бы, основываясь на писании Скажу Нужен пастырь Для того, чтобы овца Не бродила сама по себе Ей нужен пастырь И с этим пастыром Надо встретиться И тогда ты видишь Смотришь на свою жизнь И смотришь Ты ходишь Вообще ищешь Непонятно чего И я вот так бы Встретился с Богом С пастыром С крестом И я до этого Потребил наркотики Пробовал Алкоголь Это как бы Ну, как все люди Не было алкоголика Ну, так В компании Друзья Мы встречались Это было нормально Потом перешли на более Такие серьезные Да, на наркотики Тоже, как бы Сначала Это было как бы В шутку Как бы Ну, как бы Для общения По-своему А потом Это как бы Переросло в зависимость И уже Жизнь изменилась Не так она красивая Показалась Чувствовалась Как бы Эта пустота Все время И я видел Ну, как бы Это было уже Как бы Безысходно Хочешь выйти Не можешь И оценивая Опыт прошлой жизни Как бы Опять же Неверующий Находясь в зависимости Энергетической Я смотрел Я уже в жизни был Попробовал И то, и то, и то Там нет Того, чего и ищешь Как бы Этой радости Счастья человеческого Да, нет этого всего И Как бы То последнее В чем я находился Это в наркотиках В этих воссум И это не дало той радости А наоборот Еще хуже стало жить Уже как бы Хотел вернуться просто В обычную жизнь Которая была до того Как я стал зависимым Но уже нельзя было Этого сделать И когда я уже Встретился с Христом Мои просто как бы Знакомые Они первые пошли в церковь Мои друзья тоже Мы с ними По общему Наркотическому делу Были связаны Они пошли в церковь Приехала была миссия В пятидесятнической церкви Они туда пошли Ну поначалу Как бы это все Воспринималось Шутку мной Но когда я увидел Перемены в этих людях Вы знаете И тем более Зная самих этих людей Какими они были Когда мы Жили одной жизнью с ними Я увидел эти перемены Это все И Я пошел Вместе с ними На эти собрания Раз, второй раз Ну как бы Поначалу это было Ну не очень касалось Я не скажу Я сразу там взорвался Бросился Пал на колени Нет Это как бы еще Сердце было таким Как бы жестоким И я как бы Воспринимал это Как бы ну Несерьезно Как какая-то афера Мне как-то все время казалось Наш разум Он как-то все Воспринимает новое Часто Как то То что как бы Нас пытаются Что-то втянуть Что-то использовать Как бы нас Да Вот часто Когда мы сталкиваемся С неизвестным Мы насторожены И думаем Нас сейчас будут использовать Вот я тоже так думал И Когда я увидел Каждый раз Когда я приходил Все равно Мое сердце смягчалось И я Чувствовал Я начал просыпаться С другим настроением Я еще даже не молился Молитвой покаяния Я просыпался Вот именно как бы Я впитывал в себя Это слово Оно как бы само собой В меня входило Я когда просыпался И в прекрасный момент Я проснулся Я без Не молился Не каялся Перед Богом Ничего Ну как бы Слух Ну может быть Я не знаю Может быть в сердце Я уже как бы принял Это было Хотя так Сам с собой пытался Еще бороться И Один раз Я уже пошел В очередной раз На собрание Там Ну я не постоянно ходил Ну так Раз в неделю Там через две недели Раз схожу Я пошел И когда был призем Молитву покаяния Я думаю Испытаю все это до конца И вышел Помолился На это покаяние И вот Тогда я уже увидел По-настоящему Такой взрывный Для себя Я когда вспоминаю Сейчас У меня бывает Даже как бы Аж По такой Знаете Как дрожь по телу идет Я переживаю Это как бы по-новому Я когда утром проснулся Я почувствовал себя Новым человеком По-настоящему Это было то переживание Я даже сейчас Бывает такого не переживаю Это было Насколько таким Жизнь Она по-настоящему Я понял Это началась жизнь И это не просто Красивые слова Я думаю Многие из вас Это уже переживали В жизни Вы знаете Это была настоящая жизнь Хотя я еще Как бы Не бросил был курить Но все остальное У меня внутри перевернулось Я понял Что уже старое ушло И ну конечно же Соответственно Общение Молились за меня Все да Много чего Меня сделали Церковь моя И я просто Благодарю этим людям Потому что Меня поддержали Потому что все равно Как бы Если бы не было Этой поддержки Ни кто не знает Как бы было дальше Да То есть если человек Он получил спасение Это не говорит о том Что он уже Будет дальше Этой таким Верной дорогой Меня поддерживали Утверждали Наставляли Да Было в свое время И вы знаете Я как бы Остался служителем В этой церкви Много моих Знакомых Друзей тоже Приходили И пришли И получили спасение Многие уже Даже служат Таких Больших церквях Разные Постарай Миссионеры Уже сейчас И тоже Они как бы Были В разных Грехах Вы знаете И я Когда уже Как бы Боле утвердился В церкви Мы поехали С моей женой Я уже как раз В будущей церкви Женился Отец Сергей был На нашей свадьбе Жизни Это не просто так День прошел Это подготовка К завтрашнему дню К завтрашней нашей жизни Я тогда тоже Этого не понимал Даже будучи верующим Когда мы поехали С моими живыми Миссионерами В поселок Лысенко Такой Ячекарской области Мы туда поехали Там небольшой Такой нам Можно сказать Брат Он так как бы Был таким Одиноким Не было Одиноких Было церковь Она распалась Он остался один Мы с ним познакомились И он Ну Он христианин Как бы Одинокий остался Да Он нам предоставил Дом Который мы жили У него отрастался От родителей Дом И мы жили Начинали там Служение Все И в итоге Служение Ростов Так как бы Возрастало И Ну Бог Он все равно Мы знаете Вот шли в таком Харизматическом Стиле В харизматическом Таком движении Я сейчас Как бы уже понимаю Мы очень сильно Много тратили сил На борьбу С человеческими Ну как бы С православными Нашими убеждениями Много людей Все люди считают себя Православными Но никто не живет По православному Даже Понимаете И мы боролись С этим всем Пытаясь Перебедить людей В неправильности Православия В неправильности Всех этих обрядов И как бы пытались Завлечь К нам Это была борьба Просто очень много Потраченных сил Были результаты Но было очень много Поражений Я видел как бы Нет результата Этого силу И я сейчас Как бы понимаю Потому что Бог Он показывал Свой путь Не тот стандартный путь Который примерно Идут все церкви Я не говорю о том Что это неправильный путь Просто у каждого Свой путь И вот Бог Для нас Был приготовил Этот путь Мы сейчас Являемся Православной церковью Мы находимся Под покровительством Отца Сергея Архиепископа нашего И я думаю Как бы сейчас Я смотрю Как это все открылось Бог ввел нас в это Мы не соглашались Мы пытались Поддержать Какую-то Такую свою Такую харизматическую Там Может даже Не очень сильно Харизматическую Пидесятную Такую Как бы Ну Дорогу И мы пытались Не идти Идти Но это было Просто Как бы Стремление Сохранить Очередную форму И мы вот Немного сегодня Перед дружанием С пасторами Так Скользь затруднили Ту тему И Я уже как бы Говорил Мы как крестьяне Мы должны быть Гибкими Мы должны быть Просты как голуби Должна быть Это простота Есть моменты Когда нам нужно Быть твердыми Да Но есть моменты Когда нам нужно Быть гибкими И гибким В отношении Господа Просто если Бог Говорит какие-то вещи Не нужно пытаться Противостоять И как бы Думать о том Что я Ну Сейчас Сгибаюсь Перед Господом Надо сгибаться И я думаю То что мы делаем Сейчас Я вижу Это как бы Пошло Люди открылись Те которые Раньше были закрыты Они считали нас сектой Потому что нам Приходится больше Работать Братья Тоже Как бы Больше Сербская территория Потому что Мы сейчас находимся В поселках Городского типа А вокруг Одни села Люди совсем Подробно Воспринимают Бога И когда я пытаюсь Принести Бога Такого Как мы видим И научить их Это очень Немного времени Надо Я понял Это просто Ненужная борьба Есть более простой Способ Который люди Принимают Но научить их Истине Которую мы Как бы Пытаемся Внести То есть И православная Церковь Она Очень близко К людям Мы должны Как бы Жить в этом И я думаю Если мы Будем дальше Слушать Господа Это будет Намного больше Даже чем То что есть Сейчас Я не буду Занимать Время Братья Еще Аллилуйя Царькова Мир вам Слава Нашему Господу Иисусу Христу Меня зовут Артур Довиченко Я являюсь Священнослужителем Тоже Всерестной Царьки Шикарской области Начну Я с возгружения Тоже Как хазеретический Пастор Мы начинали Мессия Вот От дочерни Боя Царькова От пастора Константина И то же самое Что показывал Бог ему Показывал Мне показывал Моему брату Ну как бы по отдельности Да Что надо начинать Движение Не на православном Движение Вот так Не как мы идем Но по новому Потому что В сельской местности Ну люди нас считали чужими Вот встречаешься С неверующим человеком И он идет Да вы американцы Вы там чужие Вы вообще не отсюда Вы сектанты И тому подобные вещи Да Вот А кто же мы тогда Вот мы православные Начинаешь человеком общаться Спрашиваешь о том О сем О этом Так он вообще Далек от православия Далек от веры Далек от Иисуса Вообще даже Какие-то элементарные Обряды И то Он этого ничего не знает Но я православный Я начал на этом поводу Молиться Господь Что делать Как дальше Игра За в этом направлении И просто Бог показал Что говорит Ты должен Сделаться всем Чтобы если возможно Спасти хотя бы не То есть действительно В этот момент Когда вы вышли Как храматическая царь Были определенные результаты Некоторые люди спасались Некоторые царьки прилагались Кто-то уходил Кто-то приходил Но основная масса Сельского населения Где мы находились Она просто нас не воспринимала Вообще Они думали Ну что Приехали какие-то Американцы Насадили свою секту Свою веру Свою религию Ломают наши традиции Ломают наше православие То есть Ну практически Мы были врагами На наставной территории Когда Бог это Начал показывать Есть в языке Или местописание Все вы должны узнать Его так и сказано Что С-под крыла храма Выходил поток живой воды Да Вот И когда Этот поток воды Был сначала по лодыжке Там по колено По пояснице Потом что она была плыть Дальше продолжает То местописание Что То воды и моря Сделали здоровыми Господь спросил Господь что это есть И он сказал Действительно что есть То что есть у вас Как Движение харизматическое Движение Ивановской церкви В связи с тем Что есть в православии Так действительно Оживаете и то и другое Потому что Когда мы просто Пытаемся сломать То что было на территории Сельских церквей И этой местности Мы просто что Вставали противниками А не нам А мы им Когда мы еще Двигаться в этом направлении То что есть у нас Именно в Ивановской церкви И то что есть православные Готовы сделать вместе Как совокупить Да Получится действительно То что воды Сделаются здоровыми В этом море Что является в этом море В эти люди Которые в сельском местности У нас находятся Мы просто начали В этом направлении Тоже двигаться Я вижу что Уже небольшой период В этом мы идем Но все-таки Есть уже результат Люди просто действительно Открываются Как-то Они уже становятся Ближе как-то к Богу Больше открываются И но для Слова Господнего Для спасения Для покорения Так коротенько В простом В ней был непарный Хромосом рост И поставили диагноз Карлик Ну Людина Яка там Виросле 70 сантиметров И все И вот Ви знаете Все Все Что в жизни Начало Вибиваться Воно Просто Як Як Ви Всегда Начало Заливати Це все Спиртним І 36 років І З мене Ничего не было Я вже Ничего не хотів І Ничего не бачив І кроме Те Що Утре Устань Бог молится Але Один прекрасный День Я його помню Як я хочу Просто З вами Поделиться Коли Живий Бог Пришов До мене Це Був У травень Місяць Коли Я такий Знаєте Рано Вранці 4 часа Ранку Сидів На крильці Розбитий Потєряни І прийшов Господь Я його не бачив Але голос Я чітко чув Оглянися Куда ти йдеш Що ти робиш І саме Сходило сонечко Він мені показав І каже Як ти думаєш Хто це сонце Піднімає Я є Живий Ісуший Я тобі можу Помогти Потому що Ви знаєте В такій Алкогольні Завісності В депресії Уже є Такі Моменти Коли Хочеться Життя Покінчити Собою І коли Я цей голос Почув Мені просто Цей голос Сказав Вставай Вдівайся І йди в церкву А церкви В селі Не було Ну слава Богу Невеличка Община Була Баптістка У нас І я пішов Туди Мене Бог Прямо взяв За руку Я фізично Це відчував Бо Ви пойміть Алкоголік Хмелеться Він нікуди Не піде А мене Бог прямо вів Я ще пам'ятаю Як я упирався Він говорив Нє Якщо ти Зараз Підеш в іншу сторону Ти вже ніколи Не побачиш Того Що я тобі Предназначив Ви знаєте Я вдякую Що я тоді Пішов за ним І сьогодні Ви бачите Мене тут Серед вас І Тоді Це началося Просто Я в одну минуту Якби Не одну минуту За дві години Служіння Я не молився За мене ніхто не молився Я просто сидів На служінні На задньому ряду Мене колотило Трусило Але під кінець служіння Ви знаєте Все це пішло Десь ділося І я вийшов Без оцеї Наче я ніколи І не пив Цю горілку І з того часу Я сказав Що господі Я віддам Моє життя тобі Я Начав служити Пастирем У своєму селі Представляєте Скільки я З господом Боровся Це було півроку Він каже Будеш в цьому селі Служителем Кажу Господі Помилуй Куда Вчора я валявся Під забором А сьогодні Священний Пастир Мі Ти будеш І це була Війна Бог переміг І брати Помогли Мені Я прийняв Це І ви знаєте Бог зробив чудо Дійсно І церква Виросла Для села Як взяти Населення Там 700-800 Чоловік На сьогоднішній день 30 Членів церкви Це даже Хоть хорошо Але ви знаєте Що сталося В один прекрасний момент Росту Просто Ми стали на одному місці І якесь таке Тербоження Сталося І ми почали шукати Виходу Чому Нема росту Нема руху І ми почали молитись І показу І просить від Бога В молитвах В постах І Бог мені Якби відкрив Одне місце Читаючи Бекію Бог мене навів На таке місце Де Ісак Ходив по місцям Слов батька Аврама І розкупував Старі колодці Ви має пам'ятаєте І Вичищав їх І давав їм Стару Назву І коли я це читав У мене Послідив Дух Святій І сказав Я хочу Щоб ти це зробив Я почав питати Як це зробити І він говорить Потому що На цій землі Де ти ходиш Тут ізначально була Православна церква І вони накопали цих Криниців Ну з часом Гріх Люди Засипали їх І я хочу Щоб ти їх розкопав І дійсно Коли ми почали шукати Бог дуже багато Речей нам показав Які Православні церкви Їх Дуже такий результат Який ми побачили Люди 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 називали нас Дійсно 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 Це не Де так людина прийшла Щось там А вони переживають Бога І ми бачимо Що в цьому буде Майбутнє Тому що ми Маємо таку можливість Сьогодні Одівши Оцей Якби одяг Доступ До тих людей Яких сьогодні На Україні Небагато не мало Восімдесят відсотків Які говорять Ми Православні І для нас Бог Дає таку можливість Війти в їхні домівки І Щоб Вони могли Пережити Живого Бога Так як ми з вами Пережимаємо Тому що Ми зрозуміли Там ми спаслися Ми пізнали Бога А остальні Нам часто говорили А вони вам нашу Оце спаслося Їй все Це може дійсно Така частина Який Бог хоче спасти Але це неправда Я думаю Не може Бог так хотіти Щоб Із населення Із тисячі Спаслося Сто чоловік Це неправда І ми з цим не согласилися І почали молитися І Бог дійсно казав За те Що ви любите цей народ Те Що ви хочете Посвятити Його собі Я вас благословую Ми сьогодні Начинаємо Цьому рухатись Я вдячний Богу За нашу Оця Сергія Який нас В цьому Якби зараз Назідає Бо Пізнавши це Ми не знали До кого звернутися Але вже був він Ми з ним були знайомі І ми знали Що треба Звернутися до нього І от те Те що ви сьогодні Бачите Це ви бачите Так І я скажу чесно Не буду я перед вами Лукавить В душі я Харизматичний пастир Так я Ну Оцець Константин Він говорив Ми зараз Йдемо Якби в ночі Знаєте Машина світить Впереді Бачимо 100 метрів Дальше Ми нічого не бачимо І я думаю Ми в цьому Будемо рухатися І я хочу Щоб ви за нас молилися Тому що Ми тільки Начинаємо Зразу Післяли Нападки І Сустрони Наших Братів Протестантів Зразу Нас зразу Обвінили Що ми Вибрали Легкий путь Ми хочемо Вернутися Туда Де п'янка Де гріх Ну Ви знаєте Релігія Вінде є Релігія Але я думаю Що У нас є Підтримка Це ви Ми ось Сьогодні З вами Я дякую Богу Що ми сьогодні Тут На цьому Я за свою дочку Розказав Я хочу Засвідетельствовать Мої дочці Сьогодні Вісімнадцять років Я ніяких Заключень Врачів Не робив Но У нас сьогодні Уже Почти мене Догоняє В рості Боже Все Змінив Даже На уровні Кроме суми В ДНК Для нього Нема нічого Неможливого Так що я Для тих Кто Маєте проблему Всегда Надейтесь На Господа И Бога Слава Богу Да, друзі Константин Не зря Так думал Что Придя К Богу В церковь Да Что От Него Что-то Надо Будет Будут Его Использовать Бог Оказывается Хотел Его Использовать На самом деле Он думал Что люди Будут Ради Своей корысти Ради Своей Выгоды Будут Его Использовать Кинуть Его Как в миру В этом Принято Кинь ближнего Пока ближнего Твоя Не кинул Тебя Но оказывается Бог Он Привлекал К себе Чтобы Дать Ему Труд И знаете Как вот Рыбка Мы сравниваем Часто Евангелие Согласно Писанию Новому Завету С неводом Притча О царстве Мы сравниваем Часто И говорим Что слава Богу Что вот Всякая Рыба Много Вытаскивается Сеть Евангелие И мы Часто Сравниваем Именно как раз Евангелизацию С рыбалкой Да Очень хорошее сравнение Но каково Рыбе Я не часто Бывал на рыбалках У моего дедушка Был заядлый рыбак Я так Но бывал иногда И на ночь Уходил на рыбалку Тоже с дедушкой Но знаете Я сравнился На Волге Средней Поволжье И там Как бы Не рыбачить Вообще нельзя Это как бы Огромная река Рядом Много притоков И прочее Так вот И скажу Что Для рыбы Это не очень хорошо Она Упирается Я еще не видел Никогда рыбок Которые сами Вот просили Ну достань меня Пожалуйста Вытащи меня Пожалуйста И знаете Они барахтаются Они упираются Надо подсечь Знаете Если на резиночку Ловите И потом Вытаскивать Аккуратно Чтобы не сорвалась А потом Она брыкается Брыкается Она задыхается Она дышит Пытается Пытается воздухом Думаю Кошмар Что здесь происходит Да Мои дети В такой фан-клуб Вступили Как бы такой Ну такой Неформальный Спанчбобс Но Бог Нас хочет Вытащить Из нашего Прежнего В чем мы Нормально Как рыба в воде И дать нам новое Слава Богу Друзья Я думаю Что у братьев Получится Хороший труд Я очень молю О том Бога Сейчас И хочу Помолиться Вместе с вами Также Чтобы Господь Благословил братьев Завтра Мы тоже будем Молиться за них И благословлять Они будут с нами Еще и завтра Потом отправим Отправиться Они обратно К себе В Черкасскую область На труд Продолжать этот труд У себя В своих поселках В селах И если Бог Кого будет Помождать молиться За этих братьев Молите за них Пожалуйста Если может Бог Кого Располагать сердце Благословить их Благословить их Молитвами Финансами Я не знаю Как Вашем сердце есть Подадите к ним Благословить их И знаете Что еще интересно У меня молитва Последние эти месяцы Наибольше активна В том Что Бог Чтобы через служение Новых священников Священников Православных Нового поколения Возбудил Дух Ревности Такой Многих Традиционных Священников Православных Чтобы они Ревновали От Бога Чтобы они Хотели Захотели Нового служения Чтобы они Увидели Другой пример Других священников Знаете Вот Братья прошли Кое-что Да И алкоголь Наркотики Зависимости Такие Знаете Вот Свидетельство О чудесах Божьих Мы слышали Сейчас Да И скажу Что для Православной Допустим Церкви Это очень Сильное Свидетельство Что Бог Он спасает От этих Проблем Ну Чего Греха Таить Вот Наше Священство Православное Чаще всего Спившееся Найти Трезвого Священника Но в Украине Еще попроще Ситуация В чем Да конечно В России Она гораздо сложнее Ситуация Найти трезвого Священника Порой в целой области Целой епархии Очень трудно То есть Священника Который Будем так говорить Не был Алкоголиком Именно Бытовым Алкоголиком Не подзаборно Подзаборно Ну это Обычно В епархиях Не задерживаются Такие Но Вот такой Бытовой алкоголизм Это очень характерно И эти люди Они будут Нести Служение Брат Рассказывал Что В общении Что Там допустим Кто-то выпивает Они уже стесняются Уже вроде как Уже Вроде нехорошо Потому что Видят уже Пример трезвого Служителя Слава Богу И друзья Во многих странах Вечто подобное Происходит То что сейчас В Украине Мы сегодня Вы пришли сюда На семинар По истории Христианства Да А неожиданно Оказались Сами частью истории Можно в историю Войти Можно влипнуть В историю Вы не влипли В историю Вы попали В историю По-хорошему Потому что Вы сегодня Присутствуете При историческом Событии Я говорю Без всякого Пафоса При увеличении Абсолютно Просто Трезво Взвешивая Все За и против Вы Сегодня Участники Исторического Процесса Исторического События Потому как Рукоположение Таких братьев Таких служителей Сегодня Будем молиться И завтра Вечером Может не так Уже долго Но будем тоже Молиться За них И благоставлять Их уже в дорогу Туда В Черкасскую Область И знаете Друзья Пусть Бог Он чудесами И знамения Сопровождает Пробовать Словом Его Пусть Бог Приводит Грешников Покаяния Пусть Бог Людей этих В рясах С крестами На груди Он использует Там Куда он их Посылает И еще дальше Интересно Слова о том Что Два потока Они слились И вошли в море И в воду Сделались здоровыми Пророчества Я слышал Это из уст Одного Пратестантского Известного Служителя Значит Поночка Михаил Степанович Епископ Союза Присадников Мы с ним Как раз Общались Одно время Очень так Ну напряженно Об этом И долгое время Общались На эту тему Он выслушивал Мои Такие Как бы Впечатления Я говорил ему О реформации Церкви Это было В конце 90-х Я не помню точно 99-го Может быть год Может быть 98-й год Мы общались С Михаилом Степановичем На эту тему И Он Возьми до искажения Такие же слова Он сказал Что Если Вот Вот Вы православные Вы всегда ревновали По истории И ревнуете Сейчас Вы Именно Об исторической Приемственности Церкви Как бы Больше На это Упор делайте Всегда Мы Говорят Присядники И наши отцы Он сам Из протестантской Семьи Служителей И его дед Он служителем Тоже Так вот Мы И отцы наши Мы всегда Ревновали И ревнуем Именно О благодатной Приемственности Такой Чтобы быть В духе Апостолов Может Не совсем Исторически Как бы Мы Все понимаем Как бы И Часто Как бы Ну как Не знаем Этого Но Мы ревнуем О вот этой Благодатной Приемственности А потом Он сказал Ну если Вы Вот Обновленцы Православные Сегодняшние Сможете Вот эти Два потока Соединить Как бы То действительно Я знаю Что Вы сделаете То что Не сделают Ни мы Крисязники Никто другой Это будет Новое движение Течение И будет Много рыбы И Воды будут Здоровыми Друзья мои Бог может Это сделать Для него Нет ничего Невозможного Мы слышали До Ольги До НК Там И как Еще Бог действует Слава Великому Богу Он есть Воскресение Жизнь наша Давайте Сейчас Встанем На молитвах Друзья И Я Перезываю Сейчас Милость Божью Это место Благодать Бога И прошу От лица Всех вас У нас Традиция Сейчас В церкви И я Конечно В мае Месяце Надеюсь Планирую Быть у себя В Киеве В церкви И конечно Жду братьев Чтобы мы В мае Месяце Также все В мае За вас Помолились Все церкви Потому что Наши съезжаются Тоже Священники Даст Бог Епискому Приедут Мы вместе Чтобы вместе За вас Помолились Еще раз Благоставили Может Бог Какое-то Слово скажет И вы расскажете Еще в церкви В Киеве Вот о том Что Бог Сделал Вот в это время В течение Вот этих дней Этих недель И знаете Друзья Молитесь Сейчас за них Молитесь Мы не можем Сейчас так Все вместе Сделать Но как бы Протягивайте Свои руки Просто благоставляйте Как будто Вы возлагаете На них Свои руки Благоставляйте Их Какой вы церкви Но самое главное Сразу Церкви Здесь христиане Это еще ценнее даже Вы молитесь И благоставляйте Их Каждого из них Вы слышали немного У них есть Что еще раз сказать Но Вот этого Уже достаточно Чтобы понять Что это люди Которые любят Бога И они хотят Спасения грешникам Они хотят Принести спасение Многим людям Благоставляйте Их сейчас Благоставляйте Их дома Их Родных и ближних И благоставляйте Тех С кем они будут Соприкасаться И от вашего Всего имени Но в первую очередь От имени Господа Бога Всемогущего Как посланный им Я благоставляю Моих братьев И возлагаю Свои руки И в традиции Православной Есть очень важная Такая молитва Мы сейчас Ее вместе произнесем И она называется Верую И еще Я возлагаю Свои руки И потом Говорю слова Которые говорит Православный Итлильский Обычно в этот момент Родоположения Священника Говорит Аксиос То есть Достоин Пусть небо Говорит Аксиос Пусть ангелы Божии Поют сегодня Вместе с нами Бог всемогущий Благостави Нашим братьям Благостави Во имя Иисуса Христа Все ангелы Сейчас Твои Господь Собравшись здесь Вместе со всеми нами Господь Будьте Свидетелями Этого Таинства Сейчас Во имя Иисуса Христа Боже Это все Собрание Великое Боже Благоставляет Братья Боже И как послан Тобой Я благоставляю Моих братьев И вместе с ними Господь Я провозглашаю Стихи Исповедование Веры Символа веры И вместе со всеми Присутствующими Исповедование Символ веры Братья Давайте скажем Все вместе И присутствующие все Я верую Во единого Бога Отца Всемогущего Творца неба Земли Всего видимого Невидимого И в единого Господа Иисуса Христа Сына Божьего Единородного От Отца Рожденного Прежде всякого времени Света от Света Бога Истинного От Бога Истинного Рожденного Отнесотворенного Единосущного Отцу Через Которого Все сотворено Нас Ради людей И ради нашего спасения Сошедшего с небес И воплотившегося От Духа Святого И Девы Марии И старшего человеком Распятого за нас При понтии Пилате И страдавшего И погребенного И воскресшего И воскресшего В третий день Как было предсказывано В Писании И вознесшегося на небеса И сидящего на почетном месте У Отца Своего И вновь грядущего Во славе Своей Чтобы судить живых и мертвых И его царству нет и не будет конца И в Духа Святого Господа Истинного Животворящего От Отца Пришедшего С Отцом и Сыном Мы Ему равно поклоняемся И прославляем Его И Он говорил нам через пророка Во единую Святую Соборную И апостольскую царь Исповедую Единокрещение Восновление грехов Ожидаю воскресения мертвых И жизни будущего века Аминь Бог Святой благослови Отец Я возлагаю в Свои руки Господь Божий Смогущий Святой И прошу Тебя Господь Духом Святым Своим Господь Соверши Это Таинство Господь Смогущий Благослови Укрепи Братья Укрепи Господь Боже В этом их служении Благослови Господь Благословляющий Боже Будь Господь Надежной защитой Боже В их нелегком служении Господь Благослови их Пусть Господь Люди Каются Примеряются С Тобою Чудесами И знамениями Сопровождая Господь Пробует Слово Твоего Во имя Иисуса Христа Боже Я прошу Тебя Господь Пусть Господь Многих Традиционных Православных Священников Господь Зацепить По хорошему Их служение Господь Боже И возбудит Дух Господь Божий К служению Тебе Во имя Иисуса Христа К освобождению Во имя Иисуса Христа Боже Благослови Господь Без Тебя Они ничего Не смогут Сделать Господь И мы просим Тебя Господь О милости О благодати Твоей Господь Бог Благослови Каждого Из них Благослови Их семья Их дома Их ближних Бог Благослови Тех людей Что-то доверил Уже их Господь Пасторству Водительству Лидерству Бог Благослови Новых людей Господь Когда они вернутся К себе Черкасскую область Господь Боже С самого первого дня Господь Выведи Нужных людей Господь Удали Непорядочных Господь Людей Сейчас Ибо не во всех Вера Лукавых людей Бог Бог Благослови Боже Во имя Иисуса Христа И благослови Черкасскую область Бог Смогущ И Черкассы Господь И районы Центры Села Поселки Благослови В лице Этих Трех Снащеннослужителей Боже Мы благословляем Всю Черкасскую область Аминь Всю землю Черкасскую Благословляем Боже Господь Там прямо В центре Украины Господь Произведи Действие свое О чем ты говорил В пророчествах Уже не раз Господь Боже Благослови Господь Во имя Иисуса Христа Пусть потоки Воды живой Простекают В жизнь вечную Бог Ты говорил Во имя Иисуса Христа Пусть Господь Реки воды живой Простекают В жизнь вечную Пусть жаждущие Принут Будут опорены Господь Во имя Иисуса Христа Благодать Свою Будет с ними Господь И со всеми нами Мы нуждаемся Тебе Наш Бог И Царь Благослови Нас Благослови Во имя Иисуса Христа Аксиос Все вместе Аксиос Благословляем Вас Будьте достойны Великого Служения Которому Бог вас призвал Братья Будьте достойны Не сворачивайте От Христа Ни вправо Ни влево Идите прямо Не евангельским путем Он впереди вас Не озирайтесь Не оборачивайтесь Не озирайтесь По сторонам Идите прямо Путем Который сам Иисус Христос И Бог Да будет с вами Во все дни Аминь Аминь Благословляем вас Братья Благословляем Аплодисменты Аплодисменты Слава Богу Друзья мои Молитесь за братьев Завтра мы еще за них помолимся И благословим еще Приходите завтра Также на это благословение И благословим В дорогу И Друзья Я говорю Что это одно из знамений Последнего времени Бог свидетель Я никому не агитировал Присоединяться Не переманивал И прочее Я просто молился Как многие из нас Да мы молимся Господину Жатвы Чтобы тот Выслал своих делателей На великую жатву Последнего времени И Бог знает Кого он высылает У нас в епархии Священнослужители Очень разных судеб Некоторые из них Как вот и я Вот перед вами Стоящий я И некоторые из наших братьев Священников Также выходцы Из традиционного православия Некоторые из нас Ничего кроме православия Не знали раньше Потом познакомились С евангельским движением Потом познакомились С другими христианами Некоторые из нас Священников нашей епархии Выросли уже в нашей церкви Они покаялись В наших церквях Или в Киеве непосредственно Или в других городах Некоторых И Окрепли Бог призвал их На служение Они не знали Традиционного православия Они самых первых шагов Эти люди Эти братья Некоторые Севства у нас Деканис есть В служении Они Выросли в нашей церкви Они сегодня Несут служение А некоторые Скажу для меня Особые люди Это особенные люди Те, которые Традиционно православные Все по рождению Но те, кто Бережили Бога Именно Спаслись Спасение Своего возрождения Бережили В евангельской церквиах Протестантской церквиах И кого Бог Призывает сегодня Вот как вот Троих братьев В Черкасской области Призывает на служение Православное служение Друзья Это не лезда Менее последнего времени Кстати И вот в этих Вот Три категории У нас священства Да Как бы Ну Не то что категории Но как бы Разные студьбы Примерно вот Три направления Как бы Наше священство И Я в этом вижу Особый знак Одно из служений Нашей церкви Это служение Примирения Служение Примирения Которое Несем мы Как христиане Церковь Христову Очень много Знаете В истории христианства Очень много было Скандалов Больших и малых И я помню В Рязани Когда проповедовал Как-то На межконфессиональном Собрании Там пели одну песню Интересную С Москвы были Братья Они пели песню Во Христе Одна семья Мы и я Там ты и я Там что-то такое Красивая песня Хорошая песня Люди пою Очень воодушевлены Многие Ну и я тоже Конечно А вслед за песней Мое было время Как раз Там были разные Служители Они делились словом Баптисты Харизматы Песахники Разные были проповедники А вот вслед за этой песней Была моя очередь И я вышел И знаете Я начал с того Что рассказал Ну Как бы Из истории христианства Примеры некоторые привел И сказал Что Знаете Друзья Мы как бы Одна семья Но довольно Христианство Одна семья Конечно Но довольно-таки Такая скандальная семья Знаете Где Как правило Как кошка с собакой Знаете Вот Как бы Грызутся Но есть разные семьи Да В некоторые семьи приходишь Там как бы Мир и покой В другие приходишь Там как будто бы Война всегда идет Я не знаю Есть даже такое выражение Как бы Итальянский Как бы Как там Ну Тип семьи Как бы Да Где все время скандали Там Марио Иди Аграбан Ограбление по-итальянски Помните Вот Верон Аш Кто знает Его проповеди Слышал Наверное Очень интересный Брат такой Он в Калифорнии Южных Служит Пока Предварительно Мы с ним договорились Со встречи Но пока Мы лично Не общались Еще Только по телефону И так По переписке Надеюсь В этом году С ним познакомиться Лично Все-таки хочу Так вот И Верон Аш Он Покаялся Свое спасение Возрождение Свыше Он тоже получил Через протестантских Служителей В протестантской церкви У пятидесятников Черных пятидесятников И Там В основном Чернокожие были В этой церкви И Но это были Очень горячие братья Которые Рассказали ему О Христе Которые Явили ему Христа Показали ему Христа Указали на Иисуса Его жизнь Преобразилась И Верон стал Очень таким Ну Радикальным Евангелистом По всему западному побережью Его хорошо знали Не только в Калифорнии Вот От Сан-Диего И до самого До Сиэтла И Орегон И Вашингтон Все эти три штата Его хорошо знали Как евангелиста Неутомимого Он ездил по этим Разным церквям И участвовал В служении Пробуждений А потом Бог Интересным образом То есть Он Он духовно Окреп И Бог Призвал его К удивительному Служению Которое Поначалу Он воспринял Как искушение Не может быть Как? Православие Это же мертвая религия Тем более Это не типичная религия Ну да Корни там Православные Но Это уже Как бы это Ну Отжившая Историческая религия Но знаете Бог показал Бог Бог хочет спасти В этой самой Индестерийской церкви Миллионы душ Которые не знают Христа Которые называются Христианами Но реально не пережились Навстречу И Бог ему проговорил Дэрон Ты спасен Но есть много людей Которых еще Не спаслись Они называются Именем Моим Но они еще Не спаслись Кто им принесет Евангелие Кто им принесет Жизнь И знаете ли Он стал изучать Эту тему Интересоваться Православием Все ближе и ближе Сталочной книжки Поступил в семинарию Православную Стал интересоваться Потом стал священником Потом стал епископом Архиепископом Индосилийской церкви И сегодня Один из таких Знаете ли Пламенных реформаторов Американского православия И скажу Это тоже знак Определенный знак Последнего времени Слава Богу И Некоторые Знаете ли Батюшки Возмущались Скоро говорили Традиционные Еще до того Как я начал свое служение Говорили Вот там Пратестанты Понаехали А я им говорил Обычно Знаете ли Если мы молчим Мы Хорошо Мы себя считаем Как бы Истинной церковью А все остальные Так вот Постольку поскольку Седьмая война Так истине Вообще Дальняя родня И вообще Может даже и не родня Хорошо Но смотрите Говорю Если дети молчат Камни высыпают Даже камни Будут попить Вы думаете Что Ну Слово Когда они будут прозвучать Богу все равно Что люди погибают Бог приведет Кого угодно Разных проповедников Корейских Африканских Кого хочешь Приведет Для того А для одной цели Спасти погибающих У него есть цель И ради этой цели Он все положит Ему великая цель Помните Испирь Которая Могла бы Спастись Могла бы Свою жизнь Спасти Там во дворце И ее Этот холокост Не коснулся В тогдашнем Но Что стало Продыхая Что Ты и дом Отца Твоих Погибите Спасение Все равно Придет С какого-то Другого источника Я не знаю Какого еще Оно все равно Придет Мы не знаем Как Но если ты не Исполнишь Этого поручения Ты погибнешь И скажу Что Друзья Бог Сегодня хочет Спасти Погибающих Слава Иисусу Христу Слава Нашему Господу Богу